Я рада вас приветствовать на моем канале. 13 сентября Православная Церковь отмечает Куприянов День. Также этот день известен как Журавлийное Вече. В этот день начинают собирать особую ягоду, клюкву, и с ней связаны главные запреты дня. Народные приметы на 13 сентября говорят, что в этот опасный день нельзя нарушать правила, так как последствия могут быть неисправимыми. Считается, что если в этот день нарушить главные запреты, женщины могут стать бесплодными, а мужчины могут лишиться рассудка. Сегодня принято наблюдать за журавлями. Если именно с этого дня они начинают улетать, значит, пора уже готовиться к зиме. Перед отлетом журавли собираются на воде, где переговариваются. Поэтому этот день называется Журавлийное Вече. Но самые главные запреты связаны с клюквой, которую начинают собирать с этого дня. Считается, что до сегодня она была неспелой и только сейчас становится съедобной. Приметы на 13 сентября говорят, что клюкву в этот день уже можно собирать, но еще нельзя есть. Приметы также предупреждают об опасности. Женщины, которые съедят клюкву, станут бесплодными, а мужчины лишатся рассудка и станут безумными. Лучше всего эти ягоды пока вообще не трогать, а сбор отложить еще на несколько дней. Если журавли кричат в небе, быть дождю. Улетают журавли, зима приближается. Приметы на 13 сентября говорят, что тот, кто сегодня съест клюкву, очень сильно пострадает. Женщины станут бесплодными, а мужчины безумными. Увидеть сегодня цветущий одуванчик, значит тепло еще надолго задержится. Что же категорически нельзя делать 13 сентября, день святого Киприана? Считается, что сегодня нельзя что-то делать спустя рукава. Если уж взялась за какое-то дело, доведи его до конца. Работа 13 сентября должна быть эффективной и качественной. Святой Киприан не любил, когда люди относятся к делу халатно. Поэтому всем, кто выполнит работу, а бы было, он принесет неудачи и болезни. Нельзя в этот день принимать подарки от малознакомых людей. Считается, что таким образом они могут передать свои неудачи, болезни и проблемы на работе и в личной жизни. Поэтому в день святого Киприана 13 сентября лучше просто вежливо отказаться, если не хотите разгребать последствия. Нельзя в этот день ссориться. Этот день идеальный для примирения, даже после длительных ссор. По приметам считается, что те, кто не помирятся в день Киприана, будут враждовать целый год, вплоть до следующего 13 сентября. Поэтому переступи через гордость и постарайся помириться с теми, кто тебе дурак. Нельзя сегодня ныть и жаловаться. Нельзя не согласиться с тем, что иногда очень помогает выплеснуть свои эмоции, обнажить свою душу и высказать свои обиды близкому человеку. Да, мы все люди и нам часто нужно сочувствие, поддержка и чувство, что мы не одиноки. Но в этот день постарайся быть более оптимистичной. Нельзя также в этот день пересаживать цветы. Поухаживать за комнатными растениями, конечно же, можно и даже нужно. Но вот пересаживать их не стоит. Это приведет к засыханию или быстрому увяданию. 13 сентября считается крайне неблагоприятным днем для этого вида работ. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok